Мне кажется порою, что солдаты из кровавых непришедших полей не в землю наши полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Это строчки из стиха Расула Ганзатова «Журавли». Мой дедушка по маминой линии из Каков-Нагмет особенно любил этот стих. Он родился 29 декабря 1923 года в селе Жаматай Казатовского района. С 1932 по 1939 года учился в сельской школе, где и закончил Караубинскую школу. После окончания поступил в райский рэпфак. Он хотел стать педагогом. Окончить его с ним пришлось, началась война. Месяц юноша осаждал военкомат, пытался приписать себе недостающий год, чтобы не отказали. И в июле 1941 года был начат срочный набор в 372-ю полевую школу. Его взяли курсантом, да еще и на курсы пулеметчика, где он дотошно изучал свое оружие. Радуясь, не уставая, разбирал и собирал пулемет. Жадно учился на стрельбочной меткости, огневой тактической подготовке. И, видимо, был он усерден и меток раз по окончанию школы сержантов. В октябре 1941 года его назначили командиром пулеметного расчета. В 1941-1942 годах начались самые тяжелые оборонительные бои для советской армии. До самого города Дубровка в Сталинградской области, куда и был призван мой дедушка. Я в 1942 год прошел в ожесточенных кровопролитных боях с выступающим угрозным врагом. Но быстро набираемый опыт и уже годовой боевой стаж делает 18-летнего сержанта Искакова-Негмета в ноябре 1942 года командиром пулеметного отделения. В состав ему подчиненных входят солдаты еще двух расчетов ручных пулеметов. Свидетельством самоотверженности служит первая боевая награда – медаль за отвагу. В феврале 1943 года уже в наступательных боях на Степном и Юго-Западном фронте в 28-й армии с общей 2-й особой отдельной бригаде под Ростом-на-Дону 19-летнего воина пулеметчика накрывает прицельный минометный огонь противника. Дедушка получает тяжелое ранение и контузию, больше года лечится в разовых госпиталях и 20 лет выписывается инвалидом первой группы из города Ташкент. Только вернувшись домой, он узнает, что когда он принимал последний бой, его мать на родине Станинца Косталовка умирает, так и не увидав своего старшего сына, ушедшенного в фронт. После демобилизации дедушка активно занимался партийной деятельностью. С мая 1944 года работал в кокхозе. С декабря 1948 по 1950 года работал председателем рабочего комитета Талдыкурганского конезавода. Работал свеже в воздухе и пешие километры от зари до зари затягивали ранения. Он женился, у него родились один сын и четыре дочери – Галим, Мадина, Батима, Галия и Элия. Это наша мама. Но война, напоследствия войны, как взрывавшиеся мины, настигли войны. И в 1971 году мой дедушка скоропостижно умер. Поэтому можно с полным правом сказать, что война 1941-1945 годов для нашей семьи – самое-самое, что именно есть, наше отечественное, то есть отцовское. Светлая память нашим отцам, дедам-фронтовикам.